Друзья, всем привет! Сегодня еду за своим заказом, за плодовыми декоративными саженцами с открытой корневой системой. Сейчас покажу ассортимент, количество, качество, дам все контакты, ну и цены, я думаю, тоже озвучу. Ну что, поехали? Поехали, поехали! Так, я прибыл, где тут хозяин саженцев. Андрей! Здорово! Привет! Маленькую экскурсию, привет, по своим саженцам. Что это такое, откуда, ну и так далее. Смотри, это у нас с тобой вишня и черешня, шоколадинца. Шоколадинца это дюк. Все привожу с открытым грунтом. Это у тебя все открытая корневая система. А продаешь ты это? Все закрыто. Я куреняю и вот сейчас сажаю в горшки технологические, укореняю всю зиму, при 10 градусах. И потом продаю в розницу. В розницу и вот. А она у тебя стоит, получается, в теплице где-то, правильно? Да, мы сходим тоже посмотрим. В теплице стоит всю зиму и немножко потихонечку укореняется. Ну давай пробежимся, что тут имеется у тебя. Так, это у нас ришня и черешня. Вот с этой стороны. С этой стороны у нас абрикосы стоят. Это абрикосы? Да, абрикосы стоят. Растут что ли у нас в нашем регионе подмосковном? Все саженцы саженцы реонированные. Да? Да, ты знаешь, в регион. Конечно. Если брать южные сорта, то не всю зиму. А я беру сорта, которые именно зимостойкие в нашем классе. А продаешь ты, открытый хоть чуть-чуть продаешь корень? Нет, вот для оптовиков могу продать. Вот ты сейчас заказал у меня, я тебе привез. Я понял, ты сажаешься, продаешь чуть дороже весной. Обязательно. Чуть дороже. Если это чуть. А, пойдем туда? Здесь что? Ну здесь черешню ставить можно. Вот, вот, вот. Ну, здорово. А при посадке вот эту листву, эту ботву удаляем? Ты тоже будешь обдирать. Все обдирать надо. Чтобы листва не тянуло влагу. Чтоб лучше украиняло. Вот это что такое? Это с того года. То, что осталось и... А, это уже укорененное, не проданное. Да, это, ну, будет зимой здесь. То есть и персики и все. Вот это твой заказ. Вот это мое. Да, и справа с тобой не помню персик. Давай, вот, заказал. Что ты будешь не ведет? Выкиду, наверное. То есть возьмешь это и обдерешь. Перед посадкой? Да, перед посадкой горшок. По 10 штук они, да, я так понимаю? Да, по 10 штук. Ну, вот они выше нас. Порядок цен какой-нибудь. Или мою накладную, может быть, повесим прямо сюда на экран. В самом конце... Как захочешь. В самом конце повешу свою накладную. Ну, у меня там блатная конец, да. Обязательно. То есть по такой цене люди не купят. Надеюсь. Только большой объем. Только большой объем. Да. Ну, смотри, здесь... Тоже абрикосы справа. Там была смородина, но уже посажена. Вот декорка, то, что осталось, кусок. Потому что штук 600-700 всякой декорки. Барбарисы, и дело, эти... Гортензия. Вон там яблони, то, что осталось. Но они не такие высокие. Там аж метра полтора, метр семьдесят. Этим саженцам они сколько там годовалые, там, двухгодовалые? Это никак не посчитать, потому что... Ну, обычно спрашивают, когда покупают люди. Спрашивают, вот это годовое саженце, да. И вот там, то, что видел, тоже годовое саженце. Сливы, что там еще? Какие там? Есть немного. Слив мало выполнили, дюков мало. То есть год на год не приходится. То есть тебе по заказам надо могут тоже немножко подопрокинуть? Да, меня режут, конечно. Кто-то там у них вот в поле этот какого... Не могли бы выполнить дюки, трактор застревает в поле. А у них чернозем, и трактор просто не прошел, потому что сейчас были дожди. У нас сейчас октябрь, а они у тебя всегда в октябре приходят? Или когда-то пораньше, когда-то попозже? Или вообще когда? Это не сезон, потому что, допустим, вот декорку уже, ну, звонят, говорят, забирайте. Потому что она созрела. Если она не созревает, то у них верхушка какая-то зелененькая. Там у гортензии что-то есть, вот эта верхушка, она зеленая. Если она не созреет, ты поставишь горшок, то она просто почернит. Вот сейчас она черная. Ну что, пойдем туда, в Тиблицкую. Пойдем. Ты там покажешь... Ну, кажется, что уже посажено, как-то выглядит потом, как-то вот весна выглядит. Тут вообще большой объем? Или большую часть уже посадил? Ну, даже половину еще не посадил. Еще половину не посадил. Тут еще много здесь чего сидит. А еще поедешь? Или все привез? Нет, все. Ну, розы мне много не выполнили уже. А розы тоже заказываешь? Да, розы они уже в плане сидят. То есть там, ну, там, заказывал пять тысяч, выполнили три. То есть... Угу. Люди говорят одно, говорят, выполняю то это, персики не выполняю. Пиздят. Да, я приехал, мне не выполнили все другое, дали мне одних персиков. Говорю, куда место? Говорю, скажешь, не выполнили. Я заказал в другом месте. На этом году очень много персиков. Ты заказываешь все в одном месте? Нет, в разных. В разных местах? Ну, в проверенных. Обязательно. Нет, ну, там все-таки кого-то я уже отказываюсь от людей. Потому что они цену задрали, это всем в том году заказал тысячу шоколадниц. 700 сдохло. Потому что они в поле выкопали, их оставили на открытом... Ну, на ветру оставили. И высохли. А они подсохли, да, к сожалению, ничего кутно не вышло. Все, пойдем туда. Пойдем в теплицу туда. В теплицу зашли, да, это... Малина. Малина. У меня есть малина? Да, 30 штук. Все заказали. 30? Ну, да. Так, это яблони. Это вот так вот выглядит уже пассаж. Что это? Калоновидное. Обычно, ну, дальше стоит. Вот, калоновидное все, все, низковато. Поливать надо? Обязательно. Как часто? По мере высыхания. Ну, вот смотри, вот, политая, это только посаженная. Травее, ну, туда смотри. Ну, по мере высыхания, это как часто? Как солнце будет. Будет солнце, надо, значит, поливать будет. А зимой? Нет, я не про сейчас. Сейчас понятно. А зимой нет. А что, зимой 10 градусов особо поливать не надо? Особо поливать не надо. Ну, вот так вылезу, смотри. Вот так вылезу. Сухое кашпо. Так. Слева в округе. То есть, зимой практически не поливаем? Или вообще не поливаем? Нет, раз в 4 надо полить. Ну, смотри, как низко. Ну, прикиньте, солнце будет. В том году все заснеженное, в принципе. Это что такое? Персик. Это все возоны. Это персик. Там какие-то мужские разговоры про доллар-евро. Ушли. Ну, вот персики. Персики. Ну, и что-то маленькое. Вызревают в наших регионах, еще раз. Да? Да, обязательно. И зимуют. Ну, класс. И зимуют, и вызревают. Да, чтобы где-то были персики на штампе. Тоже вызревают. Яблоня, яблоня. Да, это все яблоны, там малина. То есть, это вот яблоня почти сядет. И у вас вот этот домик там, условно, вы его весь заставляете, да? Он у вас один, получается, да? Нет. Еще один. Ну, что-то все не поместится. Все не поместится, да? Еще не поместится. Это что такое? Шелковое. 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 Тоже сейчас пришло, да? Да, она только посаженная. Ну, вот видишь, они все обвернут. Спасибо. Так, это розы, которые тоже вы сейчас посадили. Да, да, конечно. Которые сейчас пришли. Вы ее еще обрезаете каждую, или она такая обрезанная? Нет, буду тоже обрезать. Буду обрезать. Она вот такая высокая, или нет? Изначально. Изначально, да. Смерт в 60. Так можно, да? Так, и не знаю. Так. Это, думаю, что это 6-литровый горстер. 6-литровый. Это что? Чилишка. А ее обрезать там ничего не надо? Ну, ничего. Только листу. Да. Ну, тут только, наверное, листал персика осталось. Ну, и черешня там стоит. Так это розе мы прикапываем, чтобы она не сдохла. Что-то приходит до бессилов. Мы кунаем землю мокрую. О, видишь, там уже нападают. Хотят. Хотят травки. Вот. Макаем и потом еще присыпаем опилками. А опилки мы готовим в этом. Все лето. И поливаем азотными удобрениями. То есть какие-то специальные опилки? Ну, подготавливаем, да. Специально для этого сезона. Ну, именно. Для этого сезона новые турки, да. Ну, не то, что новые. Там какие-то старые, там черные. Это прям свежачок. Может, месяца четыре. Вот. Посягает. Так, ладно. Процент приживаемости. Какой вот по твоему опыту? Смотря какие сады. Сколько сдохнет? Как попадет? Как попадет? То есть раз вот вишня, говорю, сдохла. Ну, на тюльпанах мы примерно представление имеем, сколько брака. Как ты будешь сажать, где они будут стоять? Я все завтра посажу. Нет. Так. Лицу поставишь, а ты будешь-то не заходить всю зиму, да. И у тебя, допустим, лица будут откуда-нибудь. Ну, всякое бывает. Весна начнется, у меня там обычно льет из троцитов. Так. Всяят лица. И что? Ну, льется, у меня в теплице, допустим, был бимус в этой. И то, что заморозилось, оно так, что сдохло. Ну, так бывает. От этого никуда не деться. Если нормальные условия, то из десяти, допустим, один саженец, если погибнет, или два погибнет. Как думаешь? Еще не сдохнет, но, я думаю, не больше двадцати процентов. Не больше двадцати процентов? Да, ну, как повезет. Из десяти два, то есть, может спокойно погибнуть. Смотря какие саженец. Видишь, она с листвой. Что это значит? В принципе, нормально. Видишь, она еще живчик. Так. Ну, скорее всего, она нормально проживется. Но, чем больше саженец по размеру, как правило, вот я замечаю, то, что хуже проживается. Мелкие, то есть, то, что низкорослая, ну, в плане, что низкая пришла, то лучше проживается. Вот была луча, вот такая же здоровенная, у нее корневая, вот там еле в шестилетругашоп лизала. Вот она, половина ей плохо была. Весной посмотришь, сколько таких проживаний есть. Так же, как и я. Сейчас все отсажу, и только весной-то смотрю, как там дела. То есть, пять штук. Это персик? Да. Ну, по листву видишь. Ну, они еще подписаны, вот, каждый замаркирован. Это золотой юбиляр. Золотой юбиляр? Ну, они все подписаны. Я тебе это что-то тоже сделаю. Это сервис. Так, тебе не замарки. Так, ладно. Давай тебя немножко как-нибудь рекламировать. Меня рекламировать? Да. Весной ты это продаешь все в садовом центром. Да, да. То есть, в оптом ты продаешь. То есть, к тебе можно приехать и купить все это оптом. Ну, так же. Прайс там, где эту всю информацию посмотреть? Это после 8 марта все. После 8 марта ты это куда-то выкладываешь? У тебя есть сайт или что? У тебя даже сайт есть? Сайт, да. Прикрепим, в общем, в описании. Сделаем все, да, ссылочки. Сайт, инстаграм и так далее. Ютуб, если есть. Андрей, вот одни плодовые вижу, да? Вот давай еще немножко вернемся все-таки к декоративке. Что там у тебя есть? Пробежись просто там в двух буквальных словах. Какой ассортимент? Белые, гортензии, барбарисы, спиреи, миндалии, сакура. И что-то еще там. И так далее. И их не особо берут. Ну, по сравнению с плодовкой. А, то есть ты их заказываешь мало? Да, мне плодовку больше берут. Спросом не так пользуются. Хоста там, еще что-то там. Виноград. Виноград это плодовка. Это я сам черенкую. Она, в принципе, есть. У меня спрос есть. Она, ты сказал, хоста, да? Это я заказываю из Голландии. Хоста, пионы. Весной все будет? Да, все это будет. Но это позже. Я получаю это в декабре. Андрей, а вот сколько у тебя плодов, вот сколько ты сажаешь в плодовах? Где-то тысяч 10 тысяч, наверное. Около 10 тысяч? Да. Ценовая политика что-нибудь там. Оп, розница. Оп, оп. Но тот год был от 300. 300 рублей до 450. А у тебя, кстати, на твоем сайте нет случайно прошлогоднего прайса? Нет, там все осталось. То есть можно зайти на сайт и посмотреть. Прикорку и на сайт, на все есть. Вся информация? Да. А по новой информации после всего марта. Сезон работы, потом уже будем изменяться в следующем сезоне. Сейчас только подготовка к весьме. Я понял. Но в принципе можно посмотреть, по чем ты продавал в том году и равняться немножко туда, в ту сторону. Ну, надо закидывать еще там процентов 10-15 плюсом. К тому прайсу. Ну, потому что уже люди тоже подняли цены на закупку. Сокупка стала побольше. В общем, все понятно. Резюмируем. Привозишь. Откуда привозишь, не говоришь. Укореняешь. Весной продаешь опт в розницу. Опт там 300-400. Да? Плодовые примерно. Да. Розница там 500-600. Да. Плодовые. Укореняешь, весной все это продаешь. Ну, в принципе, если есть желание, то ты можешь вот так открытый корень людям привезти и осенью. Но нежелательно или нет? Я позвонил. Нет. Для опта, да. Для розницы даже не будут. Нет, для опта, да. Если кто-то захочет заказать, например, штучек 500, например. Да. Штук 500, то есть ты можешь привезти. Да, так обговорим по сортам, что что. Хотя, то есть хочу там яблон, то я в ассортименте даю. Понятно. Если по сортам, то будем смотреть по сортам. Все. Приступаем к работе. Да, нас ждет работа. Ношу-ношу свои саженцы. Декоративка, плодовка. Сейчас еще наношу, смотрите, сразу горшочечки прилагаются к ним. Сейчас буду все вот в эту машину прям вот трамбовать. Накидаю, как попало. И повезу. Что-то приеду, вот такой. Так вот смеленько прям в машину накидываю. Поместится. Сейчас подзагнем. Вторую машину затрагуешь. Вторую. Не, сейчас в эту все затрамбуем. Так, принял. Недолёт. Можете поаккуратить? А виноград это у тебя, да, на входе? Черенкуете, посынкуете или что делаете с ним? И кушаете? Зимой черенкуем, кушать нет, не едим. Он не возревает? Нет, возревает. Где плоды-то? А уже все собрали. Ягоды или что там у него? Уже собрали, пусть. Собрали. Изабелла черный, Агустин зеленый.